здравствуйте дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно сегодня вот таком новогоднем одеянии еще не поздравлял не в конце 2015 года не 2016 году да вот уже рождество наступило но все равно праздники весь год на самом деле у нас будет праздничный потому что он для нас он будет знаком и революционным друзья меня зовут сходоев алексей это вебинар традиционные для новичков то есть именно люди которые только входят в технологии только начинает изучать что такое skyway что такое транснет поэтому здесь как вот мы сергей анатольевичем говорим мы говорим одно и то же разными словами но по сути это одно и то же те кто не новички также присутствуют на данных вебинарах потому что нет предела совершенству мы сами обучаемся каждый вебинар обучаемся как максимально коротко и доходчиво донести информацию чтобы пробить самое сердце так скажем естественно положительном слове этого слова смысле этого слова сердце потенциального инвестора мое сердце было пробито в феврале в январе я бы сказал 2014 года и собственно по сей день я активно развиваю являюсь одним из руководителей отдела адресных проектов отдела внешнеэкономической деятельности skyway инвестгрупп и безмерно на самом деле счастлив что когда-то заметил проект на самой ранней стадии развития и сейчас мы приближаемся действительно к такому уже не просто воплощению в железе то есть никого не удивишь что идет сейчас стройка но сейчас огромное значение уделяется уже и инициации адресных проектов то есть что такое адрес проект дамы и господа новички это применение нашей технологии именно повсеместно по всему миру каждом городе каждой страны может быть примена технология и если кому-то кажется не очевидным что технология действительно может быть внедрена то просто наблюдайте за развитием нашего проекта друзья прошу всех проголосовать кто присутствует первый второй раз на данном вебинаре этот вебинар у нас ориентирован повторяя для новичков в основном и поэтому мы ждем максимальное количество именно новых людей и собственно на этом вебинаре я освещу как исторические аспекты развития skyway мы рассмотрим что такое технологические уклады как они развивались соответственно естественно технические эксплуатационные характеристики skyway почему это действительно наиболее перспективные технологии это не наши слова это исследование независимых австралийских ученых исследования австралийского университета уэлс сейчас готовится официальное исследование и это будет очень мощным инструментом для новых переговоров как по открытию skyway в отдаленных странах регионах которых сейчас не знает пока что о skyway также и проведение серьезных очень переговоров на высшем уровне продолжения в россии собственно я не буду сегодня останавливаться в 19 часов именно по москве на тех моментах которые мы быть достигли за прошлый год это я расскажу уже на расширенном технико-экономическом вебинаре но этот вебинар у нас для новичков и я постараюсь максимально кратко максимально доходчиво максимально ясно объяснить что же такое технология skyway почему уже собственно более 200 тысяч зарегистрированных участников просто проявили интерес к проекту просто зарегистрировавшись в проекте соответственно следя за проектом и более 25 тысяч инвесторов это уже люди которые в том числе по специальным рассрочкам которые каждый месяц инвестиции проявляют гражданскую позицию очень серьезную продвигает этот проект планетарного масштаба и собственно который изменит все и вся вокруг как когда-то это сделал интернет но собственно перейдем к вебинару еще раз повторяю для тех кто меня не знает меня зовут сходов алексей обычно мы ведем с сергеем анатольевичем сибиряковым но сегодня вебинар для новичков проведу я один и так что же такое технология skyway вообще понятие skyway и транснет и почему данная сеть будет основой нового технологического уклада шестого технологического уклада пятый это технологический уклад интернет и телекоммуникации микропроцессорная электроника микросхемы и так далее все что создано на основе пьезоэффекта но новый технологический уклад это будет сеть нового поколения это будет уже не просто коммуникационная сеть на самом деле интернет будет вшит в сеть транснет это будет будущем мировой транспортной энергетической коммуникационной и всегда я повторяю даже социальной сетью потому что очень серьезный потенциал очень серьезный рынок сформировал рынок именно соушал медиа социальных сетей пример тому капитализация фейсбук пример тому наша российская капитализация вконтакте одноклассники то есть это достаточно серьезные прибыли те люди которые которые обладают акциями активами данных компаний сегодня живут на достаточно хорошие дивиденды и собственно ориентируется именно уже на дальнейшее вложение на дальнейшее инвестирование в другие направления а транснет вообще сеть транснет естественно в первую очередь ядром сети транснет является струнная технология анатолия эдуарда чиницкого которую мы раскроем чуть позже на данном вебинаре и вы поймете почему называется струна почему струнная технология почему так назвали и в чем заключается особенности но особенность сегодняшнего времени заключается в том что действительно многие процессы происходят фактически мгновенно то есть это передача информации это денежные переводы это общение общение через мобильную сотовую связь через мессенджеры через skype через ватсапс через вайбер но люди и грузы перемещаются прежнему долгие часы сутки и даже месяцы и огромные потери именно в логистическом направлении наблюдается в миллиарды долларов так как скорость передвижения стандартного подвижного состава железнодорожного состава по железнодорожному полотну соответствует максимум 15-20 километров в час это минимальные скорости перемещения и сейчас уже пора выходить в новую эволюцию технологическую эволюцию нам пора выходить на второй уровень и анатолий эдуардович юницкий собственно еще в 70-х годах начал развивать направление skyway представив программу не ракетного освоения космоса то есть можете посмотреть все набрать дамы и господа новички на фильм в небо на колесе в ютубе наберите обязательно посмотрите посмотрел этот фильм через два месяца своего участия в проекте был очень сильный приятно удивлен и даже шокирован несмотря на то что у меня образование инженера механика то есть сопромат теоретическая механика для меня абсолютно родные слова и я был удивлен действительно насколько простым и гениальным решением было анатолий эдуардович юницкого по выводу промышленность промышленности в открытый космос но тогда к этому мир не был готов абсолютно тогда даже не развился интернет и собственно на это нужно общепланетарное соглашение все государства все континенты должны объединиться тогда к этому мир действительно не был готов сейчас также не готов но зато мир готов к технологии skyway к транспорту второго уровня потому что те пробки и те транспортные коллапсы которые действительно окружают современные мегаполисы они дают о себе знать и анатолий эдуардович юницкий пройдя огромный этап семидесятых годов и именно придя к логике внедрения простого транспорта на существующих знакомых именно понятиях и законах физики простых законах физики не используя какие-то нетрадиционные материалы и нетрадиционные новые двигатели и так далее придумал транспорт второго уровня абсолютно простой началось развитие технологии skyway технология skyway активно поддерживалась совершенно различными деятелями как политическими деятелями так как в российской федерации советском союзе еще то есть союз космонавтики советского союза поддержал данную технологию различные гранты он выделялись то есть это подразделение habitat раз по развитию городской инфраструктуры выделялся серьезный грант и уже в нулевых двухтысячных годах в россии данный проект был замечен александром лебедем и профинансирован соответственно первый полигон московской области город озера который получил свои испытания в 2009 году это было все уже так скажем представлено даже высшему руководству российской федерации президенту и 2001 году было построено простояла до 2009 года были проведены абсолютно серьезные испытания на лабораторные именно испытания то есть вот зил уходящий в небо мы его так называем который вы видите на слайде это серьезная подвижная лаборатория была испытана именно вторая второе поколение технологии skyway путевая структура skyway и когда зил поехал можете набрать также дамы и господа новички youtube любые ресурсы на нашем канале в открытом доступе это транслировал все под центральным каналом и соответственно действительно зил поехал струнная путевая структура легкая ажурная не рухнула и все аплодировали стоя тогда ожидались достаточно серьезные заказы но этого было мало мало было того что поехал зил соответственно сейчас уже готовится даже не второе поколение четвертое поколение струнной технологии анатолия дуардовича юницкого и да александр лебедь когда-то сказал что струнному транспорту в россии быть ему действительно быть потому что те потрясения эти экономические экономические очень серьезные предпосылки для регресса страны которые нас сегодня окружает с вами они говорят сами за себя и сегодня действительно время струнного транспорта время skyway пришло и собственно в 2009 году как я уже отметил была проведена презентация 2009 году но не исключено что в ближайшее время также собственно так как время пришло если будут точнее когда будут достигнуты определенные соглашения договоренности установлены по проведению презентации я буду счастлив если в нашей стране наконец-то поймут что действительно струнный транспорт это спасение и выход из кризиса нашей страны и снятие нашей любимой россии с нефтяной иглы есть соответственно формирование новых сверх капитализации на основе адресных проектов увеличение ввп абсолютно логичного закономерного просчитанного и не воздушного что очень важно это не будет какой-то воздушный пузырь который может лохнуть лопнуть как именно в 2008 году многое лопнуло в сша это будет совершенно иной бизнес как вот видео говорится бизнес который обгонит всех раз и навсегда и собственно крупнейший бизнес за всю историю человечества это действительно так и есть и теперь перейдем к понятию технологические уклады что такое технологический уклад технологические циклы именно вот длинные колоды короткие волны были видны николаем кондратьев в начале двадцатого века далее развил теорию укладов сергей юрьевич глаза глаза глазев это академик российской академии наук советник владимир владимировича путина по вопросам евразийской интеграции на сегодняшний день и у каждого технологического уклада на самом деле есть свое ядро то есть это основная технология которая определяет развитие той или иной эпохи на технологии может быть несколько но они должны быть обязательно ярко выражены и что касается допустим первого технологического уклада это приблизительно 70-80 годы то есть это начало промышленного производства в англии появление первых фабрик и заводов как следствие это развитие банковских отношениях появление крупных корпораций страховых компаний первых формирование первого очень мощного финансового рынка развития рынка акций и так далее все это следствие именно первого технологического уклада и далее получил свое развитие второй технологический уклад он ознаменовался появлением паровой машины но все мы прекрасно из названия понимаем с вами что появились паровозы пароходы железная дорога и соответственно очень такой серьезный нюанс данной эпохи что возник резкий очень рост горнодобывающей промышленности горно-рудного производства и действительно появились очень серьезные мощные первые финансово-промышленные группы корпорации картели синдикаты объединения и так далее третий технологический уклад соответственно входит в историю при появлении электричества то есть это электродвигатели электростанции это телеграф и промышленность действительно оформилась в широком масштабе действительно в том понимании в котором сейчас мы подразумеваем промышленность четвертый технологический уклад это уже изобретение двигателя внутреннего сгорания ну и тут я могу сказать что мы даже берем некоторые нюансы из четвертого технологического уклада именно вот как генри форд создал народный автомобиль то есть у генри форда был выбор продавать автомобили по 10 тысяч долларов по может быть даже 20 тысяч долларов но соответственно выбор пал на минимальную стоимость именно народное направление распространение автомобиля потому что важно было в тот момент популяризировать технологию заменить гужевой транспорт потому что анатолий эдуард еще ницкий приводит исследования и что как бы смешно не звучало действительно на самом деле ужасно просто в помете гужевого транспорта мог погрязнуть лондон ближайшие 25 лет если бы гужевой транспорт не был бы заменен заменен соответственно на автомобили и это очень серьезное получило развитие начала эпохи нефти доллара собственно на чем сейчас сидит плотно в отрицательном смысле этого слова наша с вами любимая страна россия то есть это середина девятнадцатого начала двадцатого века это те моменты когда те государства как арабские эмираты не знали что такое богатство до появления двигателя внутреннего сгорания потому что нефть не имела никакой ценности до этого момента но как появился двигатель внутреннего сгорания соответственно появились такие понятия как баррель нефти появились различные виды нефти соответственно в биржу ворвались котировки нефтяные и это сформировался очень серьезный бизнес нефтяной который сейчас контролируется именно нефтяными державами россия тоже до недавнего времени была нефтяной державы но именно поставщиком но сейчас когда стоимость нефти падает неуклонно и никаких перспектив в росте серьезном росте цены на нефть не ожидается то соответственно вы видите падение рубля и укрепление доллара и евро и также арабские шейхи раньше ездили на верблюдах сейчас ездят кто был в абу даби кто был в дубае вы видите это обилие роскошных люксовых спорткаров и собственно это вот следствие развития двигателя внутреннего сгорания и следствие становления фаворитами пятого четвертого технологического уклада ну естественно появилась радио то есть связь появилась стала еще более доступной и уже пятый технологический уклад это уже наше время то есть декабрь 1969 года произошла первая пакетная передача данных с протоколом соответственно потом на базе военной именно разработки сша дар по появился интернет далее он либо вышел из под контроля либо это запланировано и соответственно все развелось на весь мир и собственно появился интернет сегодня невозможно представить и думаю с этим не стоит спорить даже нашу жизнь без интернет и то общение которое сейчас у нас с вами происходит это все как раз таки следствие пятого технологического уклада эпохи и мира интернет и телекоммуникации современных компьютеров планшетов мобильных устройств и все так же сейчас развивается то есть процессоров становится в телефонах все больше и больше раньше вот собственно я покупал вот у меня телефон еще один гигагерц то есть это первое поколение именно galaxy s1 у меня принцип что если телефон не тормозит продолжает меня радовать и я его не меняю но собственно пришло время по ним поменять потому что сейчас уже я не могу пользоваться skype вайбер работает слава богу но уже хочется пользоваться благами цивилизации именно с восьми ядерным процессором мощным чтобы одновременно работал и skype и ватсапс и вайбер и по почту можно было отслеживать и видео посмотреть наши новости по стройке по полигону в минской области ну и собственно вот это действительно на та эпоха которой мы сегодня с вами привыкли и в будущем абсолютно также очевидно и доступно станет эпоха транснет эпоха skyway и у каждого технологического уклада есть период именно зарождения период развития и период затухания можно сказать что сейчас уже начинается в какой-то степени в какой-то мере период затухания пятого технологического уклада и соответственно он передает эстафету шестому технологическому укладу но шестой технологический уклад мы уже позиционируем как эпоха транснет единая транспортной энергетической коммуникационной и даже социальной сети эпоха skyway как ядро шестого технологического уклада это струнная технология анатолия эдуардовича юницкого на самом деле сейчас это для кого-то покажется фантастикой но это станет абсолютно также очевидно для наших детей для наших внуков как сейчас отошли лазерные диски то есть сиди накопители когда мы уже пользуемся все флешками флеш накопителями никого не удивишь сейчас 8 гигабайт 16 гигабайт и также будущем никого не удивишь что действительно вы сможете перемещаться из одной точки в другую точку мира со скоростью до 500 600 километров в час также будут личные подвижные составы с этой же скоростью что касается междугороднего перемещения будет абсолютно без пробок без каких-либо именно проблем транспорта первого уровня то есть что касается россии это колдобойны выбойные различные недостатки качества дорог наших российских европе этого естественно нет но пробки никто не отменял никто не отменял абсолютно не экологичность загазованность атмосферы современных мегаполисов никто не отменял небезопасность и огромные потери в существующих авариях которые происходят каждый день в каждом городе и огромное количество людей гибнет анатолий эдуардович приводил статистику на самом деле погибло уже больше чем во второй мировой войне всего лишь за год а это учитывая только автомобильный транспорт также есть железнодорожный транспорт также есть авиатранспорт сейчас наиболее безопасным считается авиатранспорт но даже авиатранспорт терпит время от времени крушение возникает ошибки в автоматизированной системе управления и что касается транснет также будет автоматизированная система управления это будут беспилотные подвижные составы и соответственно никакого человеческого фактора не будет если даже возникнет ошибка в системе автоматизированного управления то тогда такой аварии как произошла бы с самолетами то что упал самолет не будет то есть подвижной состав просто остановится и соответственно впереди либо позади идущий подвижной состав сети транснет подхватит и отвезет уже на технике ближайшие реалии дамы и господа это то действительно что сопровождает и будет сопровождать шестой технологический уклад ну и собственно нас ждет седьмой технологический уклад об этом я не буду рассказывать на этом вебинаре чтобы не начали плавится так скажем мозги у новичков это уже строительство геостационарной транспортной системы и вывод как раз таки то что антолий эдуардович уницкий говорил семидесятых еще годах предлагал на международной именно конференции по вне ракетному освоению космоса это сможем как раз таки сделать только мы с вами и друзья на самом деле очень много презентаций очень много переговоров прошло с шейхами с серьезными представителями властей и 2013 год ознаменовался тем что анатолий эдуардович именицким была предпринята именно стратегия развития по методу народного финансирования метод краудинвестинга то есть есть краудфандинг такое понятие и соответственно краудинвестинг это уже тот факт когда вы за свою долю инвестиций пожертвований в проекты на развитие проекта получаете соответственно долю будущую долю которая будет приносить от первых адресных проектов международной корпорации skyway и преимущество на самом деле технологии skyway они более чем очевидны я многие из них уже осветил но в первую очередь я хочу сказать что абсолютно все моменты и абсолютно все сферы транспорта они имеют место быть это городской пассажир транспорт это грузовой транспорт то есть нефть газ сыпучие штучные материалы различные грузы дерево будет перевозиться с помощью также транспорта второго уровня это высокоскоростной транспорт это различные девелоперские проекты и соответственно как точка вход это юнибайки легкий прогулочный транспорт сейчас я подгружу картинку чтобы также дамы и господа печки представляли и понимали что это такое вот пожалуйста такой подвижной состав по сертификации это будут будет являться именно как акцион это даже не транспорт и это будет являться именно точкой входа выбранной стратегически подтвержденной Анатолий Эдуардовичем юницким и испытания данного подвижного состава уже будет этим летом максимум осенью 2016 года при должном финансировании на самом деле на юнибайке при сохранении текущих тенденций финансирования у нас имеются средства но также напоминаю что нам с вами нужно продемонстрировать и просертифицировать уже осенью грузовой и городской пассажирский транспорт потому что вся на него техническая документация уже готова и собственно уже подвижные составы также строятся в натуральную величину модели один к одному что касается преимущества для социально активного человека это естественно очень высокая социальность то есть все мы задумываемся о высокой стоимости передвижения маршрутках в общественном транспорте если кто-то передвигается на собственном автомобиле то естественно вы задумываетесь о росте цен на углеводороды и соответственно росте цен на бензин здесь же будут наблюдаться очень существенные экономии на топливо на ресурсы на наше время перемещение очень важный факт для меня лично как человека занимающийся бизнесом перемещение из одной точки в другую без потери времени без проведения именно вот этих бешеных пересадок многочасовых в аэропортах без потери времени в долгом перемещении на железнодорожных составах хотелось бы иметь именно мгновенное перемещение из точки а в точку б когда допустим сели в подвижной состав вечером поспали уже днем вы находитесь не просто на станции вы находитесь в центре города вам не нужно пользоваться аэроэкспрессом я говорю про москву я говорю про санкт-петербург вам не нужно ехать с аэропорта пользоваться такси расходовать дополнительные средства и соответственно достигать своего необходимого места прибытия вы сможете прибыть именно в нужную станцию на транспорте второго уровня и как раз таки как станции так и путевая структура в особенности путевая структура срок службы транспортной системы будет в районе 100 лет то есть это 90-100 лет это абсолютно закономерный факт потому что по сертификации это будет как мосты то есть мосты как вы прекрасно понимаете живут столетиями и естественно я не могу не оценить инновационность это принципиально новый транспорт для современного мира такого нет и хотелось бы чтобы вы по праву дамы и господа оценили именно инновационность данного транспорта и возможность перспективы выгоды для инвестирования в этот транспорт потому что есть конкретные случаи когда люди инвестировали даже не инвестировали им просто не платили зарплату при строительстве лондонской панземки underground лондон underground при строительстве суетского канала не заплатили от нескольких дней до нескольких недель и собственно сейчас это сформировалось в активы в акции и уже внуки бывших работников соответственно уже пользуются активами и дивидендами данных компаний данных корпораций ну и что говорить о экологичности даже станции у нас будут зелеными насаждениями и за это был на самом деле серьезно получен и по праву заслужен гранд про он в недавнем времени это несколько месяцев назад я думаю что во многих мегаполисах во многих городах сейчас именно строение жилые строения офисные помещения здания будут строиться с крышей из зеленых насаждений у нас на самом деле в челябинске уже планируется строиться такой дом но это должно быть повсеместно потому что я думаю все устали уже от серых массивов однообразных многоэтажек и собственно давайте перейдем к самому интересному технические характеристики все вся красота и вся инновационность весь футуризм технологии складывается не просто из головы гениального ученого изобретателя Анатолия Эдуардовича Юницкого это абсолютно выверенная аэродинамика из этого складывается и следует именно дизайн дизайн подвижного состава и коэффициент аэродинамического сопротивления на сегодняшний день может достигать даже 0,05 об этом заявил Анатолий Эдуардович Юницкий в прошлом времени буквально вот год назад заявлялся 0,075 если говорить про Бугатти Верон то это значительная меньшая по выгоде использования коэффициент аэродинамического сопротивления то есть это 0,037 если не ошибаюсь возможно чуть-чуть ошибся но собственно это в разы в десятки раз хуже чем аэродинамика подвижного состава SkyWay и как раз таки за счет аэродинамики за счет нахождения на втором уровне нахождение на втором уровне уже в два раза увеличивает аэродинамические свойства и друзья коэффициент аэродинамического сопротивления 0,05 но извините это коэффициент аэродинамического сопротивления значительно превосходящий современные военные самолеты и истребители то есть вы все представляете обтекаемость крыла корпуса но собственно я думаю что мы по праву должны и просто обязаны обладать такой аэродинамикой и из такой аэродинамики складывается очень серьезная экономия очень серьезные преимущества при расходе топлива как при эксплуатации так и материалов при строительстве то есть очень серьезное значение уделяется удешевлению конструкции то есть для этого как раз таки зеленые насаждения именно вот это ноу-хау было применено не только для эстетического вида не только для экологической составляющей не только для именно того чтобы крыши дышали пропускали и наоборот задерживали влагу но и для того чтобы удешевлять конструкцию соответственно эта конструкция придавливает сейчас это запатентовано об этом можно говорить и пожалуйста пусть другие корпорации представители это копируют собственно я думаю что наша корпорация также в будущем пойдет именно по пути Элана Маска Tesla Motors когда патенты находятся в открытом доступе потому что при первых демонстрациях сертификациях транспорта второго уровня когда уже этим летом максимум осенью приедут первые юнибайки это легкие прогулочные спортивные экскурсионные транспорт это станет максимально очевидным для всех и соответственно начнут копировать ну собственно на расширенном вебинаре я расскажу про свои наблюдения в Индии там уже пытались внедрить транспорт второго уровня но кому интересно пожалуйста оставайтесь кстати дамы и господа новички у нас такая практика те кто действительно заинтересовался технологией и здесь я говорю такие азы очень простые элементы могут остаться на более расширенный вебинар для старичков уже и для новичков которые заинтересовались технологией и соответственно там мы пообщаемся уже на более углубленные темы и друзья на самом деле очень волнующий для всех вопрос момент почему же называется струна и почему струнная технология то есть это балалайка это гитара да действительно можно привести пример с гитарой то есть представьте две струны гитары они находятся параллельно их растянули закрепили между примеру какими-то небольшими опорами и соответственно это напряженная конструкция если вы положите туда мобильный телефон то он не упадет но если вы ослабите эту конструкцию то мобильный телефон ластик не важно брошюра книга не упадут и в этом заключается основной как раз таки примитивным простым языком говорить именно основной принцип струнной технологии струнной путевой структуры то есть это предварительно напряженная неразрывная неразрезная конструкция закрепленная на концах анкерных опор анкерные опоры принимают на себя всю нагрузку анкерные опоры могут одновременно быть станциями жилыми комплексами офисными комплексами и различными учреждениями то есть поликлиники школы детсады и так далее и собственно нагрузку принимает всю на себя повторюсь анкерные опоры и уже мы подходим к такому этапу что если два года назад я бы даже сказал что у нас земля не была выделена сейчас не то что земля выделена сейчас уже вовсю идет стройка и я по праву могу назвать дату закрытия корневой финансирования корневой технологии Skyway это 2016 год это может произойти даже в первом квартале 2016 года потому что есть основания все это это говорить огромная заинтересованность австралийцам возможно когда они получат сейчас официальные исследования именно подтверждение продувки и так далее все вот эти лабораторные просчеты все ответы на вопросы интересующие то при формировании этого очень серьезного документа возможно даже на этой стадии только австралийцы захотят закрыть корневую технологию но сейчас мы формируем адресные проекты по всем странам по различным абсолютно странам мира наблюдает очень много серьезных крупных инвесторов ну собственно я расскажу на расширенном технико-экономическом вебинаре вот Сергей Удовенко любезно предоставил коммуникацию связь с представителем Арабских Эмиратов то есть общались с ним на английском языке но друзья сейчас не буду вдаваться в подробности одно я могу сказать что это действительно возможности которые бывают раз в сто лет эти возможности есть только у меня у вас их не будет у ваших внуков их не будет у ваших правнуков возможно появится какая-то другая технология возможно у них будет возможность у ваших детей инвестирования уже в седьмой технологический уклад но скайвей развивается уже здесь сейчас планы на ближайшее будущее это охват сетью транснет всех континентов всего мира и поверьте мне развитие будет очень серьезное по всему миру и такое же быстрое как развивается интернет и на самом деле на самом деле этот аспект поддерживается очень серьезными чиновниками то есть владимир вольфович жириновский упоминал про технологию skyway про струнный транспорт в недавних своих интервью начинает говорить снова ведущие экономисты политики в самом начале пути развития краудинвестинга краудфандинга у нас были вебинары интервью с делягиным с казином и соответственно все больше людей действительно поддерживает нашу технологию я не говорю уже таких именитых мастодонов я бы сказал своей отрасли и те люди которые сформировали инфраструктуру проекты на миллиарды долларов это родхук это бывший директор транспортного департамента Южной Австралии Гришин Сергей Анатольевич это ныне президент новотранса и тот человек который несколько месяцев назад с делегацией посетил научно-производственное конструкторское предприятие для того чтобы я думаю уже в ближайшем будущем применять грузоперевозки именно в плане развития технологии SkyWay и на самом деле времени осталось не так много я не могу назвать конкретную дату этого даже не знает никто этого даже не знают конкретные инвесторы но в 2016 году скорее всего произойдет закрытие корневой технологии причины об этом подумать я думаю есть причины об этом рассказать другим людям также есть так как мы развиваемся через краудинвестинг у нас есть партнерская сеть мы не тратим ни рубля на рекламную компанию мы проводим эти вебинары допустим в сегодняшнюю среду мы проводили этот уже третий вебинар то есть расширенный технико-экономический вебинар будет уже четвертым и друзья если понадобится проводить еще больше вебинаров на различных языках сейчас проводится проводились и будет в постоянном режиме проводиться на английском языке также планируется на чешском на немецком на французском если понадобится параллельно вести на различных языках 10 вебинаров мы будем это делать но мы не будем убивать бешеные бюджеты на рекламу потому что у нас есть конкретный метод развития этот крауд это краудинвестинг это наиболее эффективный метод развития и то чего компания не добилась при общении с крупными олигархами чиновниками крупными инвесторами за 10 лет предшествующие мы этого добились за полтора года и все увидят что действительно уже летом максимум осенью мы выйдем на демонстрацию и сертификацию но собственно скептиков пессимистов всегда полно а наш караван идет скайвей строится строй скайвей спасай россию спасай планету благодарю за внимание вот собственно это вводный вебинар сейчас небольшой технический перерыв мы как раз уложились в обещанные 45 минут на расширенном вебинаре вы сможете задать вопросы в конце вебинара я обязательно их прочитаю и отвечу на них друзья дамы и господа новички будем рады вас видеть на расширенном технико-экономическом вебинаре который пройдет уже через 15 минут в этой же комнате и будем рады если вы действительно присоединитесь к технологии скайвей и попробуйте вначале на небольших суммах может быть кто-то на больших суммах сразу захочет инвестировать технологию скайвей что касается меня когда-то в феврале я непонятно кому еще в то время на карточку сбера у нас не были отлажены платежные системы не было отлажено именно система краудинвестинга автоматизированно она не была я отправил свои первые полторы тысячи долларов и нисколько об этом не жалею нисколько не жалею тем более крупным и серьезным инвестициям которые я вкладывал и буду вкладывать в проект скайвей потому что будущее за скайвей это мое мнение и я надеюсь что мнение это поддержат наши дамы и господа новички ну а что касается старичков просто поставьте плюсы кто поддерживает мое мнение благодарю всем счастливо спасибо 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 спасибо